МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. В нынешнем году добычу шубаркульского угля доведут до рекордных 12 миллионов тонн. Вице-министр энергетики Ганис Адибеков в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область изучил ситуацию на угольном разрезе Шубаркуль-Кумер. 9 лет лишения свободы. Такой приговор вынесен карагандинке, участнице террористической организации. 30-летняя Жансая Танатарова обвинялась сразу по двум статьям Уголовного кодекса. На ковре лучшие борцы со всего Казахстана. В шахтерской столице стартовал республиканский турнир по вольной и женской борьбе. Обо всем более подробно. Дефицита угля нет. Такое заявление сделал вице-министр энергетики Республики Казахстан. В ходе своего визита в Карагандинскую область Ганис Адибеков осведомился о ситуации на угольном разрезе Шубаркуль-Кумер. Руководство Шубаркуль-Кумер озвучило запланированную на 2018 год добычу угля, что составило 12 миллионов тонн. Напомним, ранее в 2015 году компания побила свой трудовой рекорд, впервые за историю осуществив добычу более 10 миллионов тонн угля. При реализации плана на текущий год 12 миллионов тонн угля станут рекордным показателем за все время освоения разреза. Однако стоит отметить, что лишь одна третья часть твердого топлива будет реализована на территории Казахстана. По словам первого вице-президента предприятия Андрея Сафонова, это связано с зольностью и прочими характеристиками угля. Здесь надо очень четко разграничить, что не более 30% от добываемого угля возможно отгружать на внутренний рынок. Это связано с зольностью, с его характеристиками прочностными. То есть у нас очень хрупкий уголь. В процессе добычи, его перевалки и перевозки очень много образуются мелочи. Бренд, который сложился сегодня на рынке Казахстана по отношению к шебуркульскому углю, это кусковатый, без всякого присутствия мелочи, уголь. Если уголь других потребителей реализуется на рынок с 20 и с 30% назольностью, то к шебуркулькамир такого отношения никто не терпит. В 2016 году в Казахстане было добыто 98 миллионов тонн угля. Вице-министр энергетики Ганис Адибеков отметил, основной целью добычи твердого топлива является удовлетворение коммунально-бытовых нужд населения. Если в прошлом году на долю населения пришлось 3,3 миллиона тонн угля, то в текущем году шебуркулькамир планирует поднять планку до 3,6 миллионов тонн. Вопрос о дефиците угля вице-министр отнес к огрехам в работе поставщиков. На сегодняшний день по поручению правительства, министерство энергетики создало рабочую группу. На сегодняшний день мы ведем анализ и мониторинг данной отрасли, в первую очередь, конечно, по обеспечению углем оселения. На сегодняшний день, как представитель министерства энергетики, мы отвечаем за угольную промышленность. На сегодняшний день все месторождения работают в штатном режиме, говорить о том, что есть вопрос дефицита у нас нет. Может быть, есть вопрос доставки данного угля до потребителей. Несмотря на внушительные цифры о добыче угля, дефицит твердого топлива имеет место быть. Жители региона, которые принято считать сердцем угольной промышленности, продолжают ощущать острую нехватку. Однако чиновники заявляют, так называемый дефицит вызван высоким спросом на шубаркульский уголь, который славится своим качеством. Это отразилось и на цене в регионе, которая варьировала от 7 до 16 тысяч тенге. Между тем, в рейтинге среди городов Казахстана самая высокая цена за тонну угля зафиксирована в Уральске. Караганда в этом списке значится в пятерке городов с самыми низкими ценами. Токжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Суд Караганды приговорил к 9 годам лишения свободы участницу террористической организации. 30-летняя Жансаята Натарова будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В ходе судебного заседания было доказано, что 30-летняя Жансаята Натарова задумала уехать в горячие точки в августе прошлого года. Сумела связаться с боевиками и убедить их принять свои ряды. Переговорщики расписали ей маршрут поездки. С собой женщина хотела взять младшего брата своего мужа, который не достиг 18 лет. Она была задержана сотрудниками департамента комитета национальной безопасности по Карагандинской области в момент попытки уехать из Караганды в Сирию. Женщину задержали в сентябре на посту Сокур. Во вторник судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам огласил приговор. Руководство статья 287, 387, 390, 393, 395, 396, 398, 401, 402. Уголовное протестование кодекса Республики Казахстан приговорили. Канатару Жан-Савиев Телиндиву признать виновное в совершении преступления. Представьте статья 24-й части 3-й принять 257-й части 2-го уголовного кодекса Республики Казахстан и по ним назначить наказание. По статье 24-й части 3-й принять 257-й части 2-го уголовного кодекса Республики Казахстан назначить 8 для лишения свободы. По статье 259-й части 2-го уголовного кодекса Республики Казахстан назначить 9 для лишения свободы. 7-й части 3-й статьи 58-го Уголовного кодекса Республики Казахстан по собаку на преступление путем поглощения менее строго наказания и более строгий. Танатарево окончательно к работе назначит 9 лет лишения свободы с отбытием учреждения Уголовного исполнительной системы средней безопасности. Родственники осужденной до конца не верили в виновность Жансаих. Ее отец не раз заявлял, что нет никаких доказательств. Я не согласен с приговором и не признаю обвинения. За убийство человека осуждают на 5 лет, а невиновного человека хотят посадить на 9. Разве так можно? Мы говорим о росте численности населения, но как достичь этого, если молодых девушек и парней сажают в тюрьмы? Я не понимаю, за что судят мою дочь. У нее не нашли взрывчатку, агитационные листовки. Обыск дома также ничего не показал. Она не покидала территорию Караганды. Ей могли бы дать условный срок. Где справедливость? Она взяла кредит в банке 100 тысяч тенге. Разве этой суммы достаточно, чтобы уехать в Сирию? Моя дочь невиновна. Мы будем обжаловать приговор. И все же суд счел вину Танатаровой, доказанной в ходе судебного заседания. Стало известно, что в 2016 году она попала под влияние радикальной религиозной идеологии и стала сочувствовать членам международной террористической организации «ДАИШ», более известной как ИГИЛ. Также было отмечено, что осужденная обладает навыками оказания первой медицинской помощи. В Сирии она планировала лечить боевиков. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Консультативно-совещательный орган при областном департаменте внутренних дел провел первое заседание в новом году. На совещании подвели итоги прошедшего года, а также обсудили приоритетные задачи на ближайшие 12 месяцев. В прошлом году консультативно-совещательный орган при областном департаменте внутренних дел провел три заседания. Были внимательно рассмотрены 10 вопросов от жителей Карагандинской области. Стоит отметить, что ранее существовали подобные общественные советы. Уникальность нового органа в том, что его члены имеют более широкие полномочия по оказанию содействия органам внутренних дел в обеспечении открытости их деятельности и повышения доверия населения. Работать должны во взаимодействии, в полном контакте, потому что если вы не будете с нами взаимодействовать, то с вами будут взаимодействовать другие силы и другие люди, которые чуть повыше должности и которые примут к нам соответствующие меры. Члены КСО также обсудили цели, поставленные президентом страны в своем послании народу Казахстана, новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Память в наших сердцах. Под таким названием в областном историко-краеведческом музее прошла выставка, приуроченная к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие организовано с целью воспитания молодежи в духе толерантности и уважения к истории и культуре казахстанского общества. На выставке присутствовали представители Союза ветеранов и инвалидов в Афганистане Ардагер, а также студенты колледжей и вузов. Через Афганскую войну прошло более полумиллиона советских военнослужащих. Среди них свыше 2000 выходцев из Караганды. В историко-краеведческом музее война длиною в 10 лет воплотилась в скромный уголок, где выставлены на обозрение посетителей фотографии солдат, письма и военные снаряжения. У нас есть в зале советской эпохи установлен уголок, который рассказывает нам о истории войны в Афганистане, а также фотографии, которые нам были сданы именно участниками тех лет той войны, письма, ну и, конечно же, военные снаряжения. Прошло 29 лет с тех пор, как последнее подразделение советских войск покинуло Афганистан. Десятилетия спустя память о суровой войне все еще лежит в сердцах ветеранов. Из 2000 наших земляков, прошедших Афганскую войну, более 80 отправились в мир иной. Ветераны рассказывают, у них есть лишь одно желание, чтобы их не забывало государство и знало молодое поколение. Ну, на сегодняшний день по закону 22 с Россией мы являемся ветеранами боевых действий на территории других государств. Ну, слава Богу, говорится, уже все. Вышли на уровень парламента, уже о нас заговорили, вернуть вопрос, вернуться к вопросу о нашем статусе, о наших социальных льготах, медицинских условиях в целом. Ну и в наших 50 лет, так сказать, показать молодежи наглядным примером, своим личным примером, что мы на свете есть и чтобы они знали, потому что они живут в своей родной стране, неизвестном Казахстане. В ходе выставки были показаны фрагменты документальных фильмов о войне в Афганистане. В завершение студенты задавали ветеранам интересующие их вопросы. Администрация музея уверена, подобные выставки служат обществу напоминанием о том, что герои есть, и они среди нас. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялось открытие республиканского турнира по вольной и женской борьбе. Для участия в чемпионате в регион прибыли борцы со всех уголков Казахстана. На протяжении трех дней юниоры будут бороться за награды в 10 весовых категориях. Юниоры из всех областей страны приехали в шахтерскую столицу, чтобы побороться за титул чемпиона. Следует отметить, что три года подряд чемпионат среди спортсменов до 23 лет проходил в Европе. В Казахстане состязание подобного формата проходит во второй раз. Организаторы уверены, данный чемпионат позволит отобрать лучших борцов, которым предстоит отстаивать честь страны на международной арене. Часто не хватает спарринг-партнеров. Но я думаю, что эти ребята, которые стали до 23 лет здесь, будут призерами и чемпионами. Я думаю, что они в дальнейшем будут... Ирина Борисова занимается борьбой немалых 14 лет. За ее плечами множество медалей, побед и титулов. На молодежном чемпионате мира по греко-римской вольной женской борьбе в Сальвадоре Ирина завоевала серебряную медаль, ставшую единственной в копилке женской сборной. Девушка уверяет, все прежние чемпионаты были лишь подготовкой к заветной цели – участию в Олимпийских играх в Токио. У меня главная цель сейчас попасть на Олимпийские игры в 2020 году. И там уже будем мы стремиться бороться за медаль. Это самая главная цель наша. Именно в спорте, мне кажется, надо добиваться именно Олимпийской медали. Неважно уже, что у тебя было за спиной, какие были результаты, мир, Азия, Казахстан – это уже как малый. По словам представителей Федерации по борьбе, призерам данного чемпионата будет оказана вся необходимая финансовая поддержка. Тем самым Федерация намерена улучшить показатели казахстанских спортсменов на международных чемпионатах. Следует отметить, что развитию вольной женской борьбы в последнее время уделяется много внимания. К примеру, в Астане открылась Первая Академия Женской Борьбы. Организаторы заявляют, в скором времени это решение принесет свои плоды. Товжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболнгстар. Субтитры подогнал «Симон»